Спасибо, что ответили на звонок. Это клиентская служба компании МТС. Юлия, вам удобно сговаривать? Да вы что? Слушайте, я до вас дозвониться не мог лицо то, наверное. Вот, у меня вопрос к вам есть на самом деле. Ну давайте я сначала вас выслушаю, а потом вы меня выслушайте. Хорошо? Угу, хорошо. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами и наша команда совместно с МТС Банком подговорил для вас предложение. Это универсальная банковская карта с выгодными условиями. Да вы что? Да, карта дебетовая. Дебетовая? То есть не кредитная? Нет, в том числе и дебетовая, и кредитная. Какое все равно хотите пользоваться, вы уже сами решаете. Нет, подождите. Есть кредитная карта, а есть дебетовая. Это две разные вещи абсолютно. Если вы мне предлагаете дебетовую карту и там на ней деньги, то есть вы мне дарите денежные средства в дар передаете. Правильно получается? Ну если она дебетовая. Счет 408. Правильно? Нет. Все супер. Смотрите. То есть я пользуюсь деньгами и их не возвращаю. Так ведь? Нет, нет, нет. Карта с выгодным периодом до 51 дня вы можете пользоваться без сплат. Подождите. Вы мне даете... Вы послушайте мне. Карта дебетовая. Она не кредитная. Она дебетовая. Она в том числе и кредитная. Она у нас карта универсальная. А то есть у нее какой расчетный счет? Номер счета... Расчетный счет? Да, расчетный счет. Расчетный счет 408. Давайте я уточню. Давайте я уточню. Уточните. Ага, сейчас. Минута, пожалуйста. Минута. Спасибо. Спасибо за ожидание. К сожалению, не смогу даже ответить вам на этот вопрос. Какой расчет и счет будет карты. Я вам скажу так. Смотрите, значит. Вот есть судные счета. 455. Вы знаете, что вы делаете? Вот если честно, я вам сейчас начну. 5 минут буквально. Есть 408. Вот 408 счет, он открывается для дебетовых карт. Дебетовых, кредитных. То есть это кошелек. И снимать денежные средства вы имеете право только по распоряжению клиента оттуда. Понимаете? То есть возникает вопрос. Основание чего? От какого права снимаются денежные средства, которые заносятся на 408 счет? Почему счет на 455, если это кредит у вас там проходит? Так же кредит проходит? Вопрос. Чувствуете? Вы понимаете, что вы сейчас являетесь на данный момент, мне предлагаете поучаствовать в мошеннической схеме вашего банка МТС? Понимаете? Ну как у нас? Это карта. Смотрите, какая у нас карта. Она карта с кредитным лимитом. Да. Есть кредит, есть займ. Это разные юридические понятия. Вот смотрите. Займ выдаётся из собственных средств. У вас в банке есть собственные средства? Ну да, конечно есть. Написано, билеты банка МТС, что ли? Это собственные средства банка? У вас есть билеты Банка России. Это не собственные средства вашего банка. Это билеты Банка России. Поэтому, есть ли у вас договор между вашим банком МТС и Банком Российской Федерации на использовании билетов Центрального банка РФ? Вопрос. Есть? Я даже не смогу вам ответить на вопрос. Видите? А я вам видите, сколько вопросов задаю? А вы создаёте кредитное досье на возможные потери? Третий вопрос. А выписки по форме АКУТ 04013001 вы делаете при обращении клиента дебит-кредит? В какую строку баланса попадает кредитный договор? Тогда я заключаю с вами договор на карте. И договором является ли он договором вообще? Вопрос. Вы даёте заявку. Первое. Даёте заявку и анкету. Никаких договоров вы больше не даёте. Правильно я говорю? Заявление и анкета. И анкета заполняется на выдачу карты. Всё. А где договор-то кредитный? Нет. В том числе и договор у вас будет в салоне МТС, когда вы вводите. Конечно, договор вы также будете подписывать. Нет. Когда вы будете оформлять карту. Вот там будет заявка, заявление и анкета. И больше никаких договоров не будет. А, там в заявлении будет индивидуальное условие. Вот что я забыла сказать. Будет индивидуальное условие. Всё-таки это договор будет? Или что? А салон МТС у нас это юридическое лицо? Оно зарегистрировано по месту нахождения? Вы видите, сколько я нюансов знаю по вашей деятельности? Нет, мы вам звоним с МТС-банка, а не салон МТС вам сейчас звонит. Так я понял, что с МТС-банка вы мне звоните. А где у нас МТС-банк по Пермскому краю находится? Пермск? Сейчас, минута, пожалуйста. Улица Советская, 50. Это единственный офис МТС-банка. Да, я так понимаю. Угу. Кажется, да. Кажется, да. А все остальные филиалы почему не зарегистрированы? Таким образом. Но вам не обязательно ехать в отделение МТС-банка. Вы можете обратиться в любой салон МТС. Если вам заинтересует этот... Салон МТС, вот смотрите. Если мы откроем с вами наш любимый закон гражданского кодекса, сделка считается заключенной, если обговорены условия места и времени её заключения. Место у нас с вами зарегистрировано надлежащим образом. Выписки из Еврю. Есть у нас вот этот салон МТС? Это что у нас? Подразделение, филиал или что это такое? Это салон МТС. Салон МТС? Вы также можете собрать 100 карт. Салон МТС. Хорошо, давайте вернёмся. В общем, выяснилось, что мы с вами заключаем договор в ненадлежащих условиях. Понятно, сделки являются уже ничтожными. Едем дальше. Следовательно, возвращаемся к самой заявке и анкете. На кредитный договор. А где вы храните заявку? На кредитный договор. Не в Центральный ли банк она у вас уезжает? Вопрос. Не в ЦБ ли она уходит? Заявка? Да. Ну, не в курсе. Ну, у вас также будет, да, смотреть. А кредитную историю вашу, да, мы вас будем также спрашивать в решении. А, видите, кредит, но всё-таки кредит вы даёте. А вы знаете, что я вас кредитую, а не вы меня кредитуете? Не понимаете, да? Вы кредитуете? Конечно, я вас буду кредитовать, а не вы меня. Вам смешно, да? А вот нисколько лет. Как это вы нас будете кредитовать? Хотите, я вам банкскую тайну открою? Вот смотрите, специально для вас, чтобы вы знали, чем вы занимаетесь и своих коллег тоже обучили, рассказали. Можете аудио записывать там и привет там товарищу из МТС, главному вашему передайте. Значит, смотрите, заявка выступает в роли так называемого кредитного договора. В ней прописывается стоимость кредитного договора. Сколько она стоит, к примеру, там? Сколько лимит вы там прописываете? От 10 до 300 тысяч рублей. Возьмем 300 тысяч рублей, да? 300 тысяч рублей. В соответствии с федеральным законом и Центральном банке, статья 30, банкноты и монеты Банка России являются его безусловными обязательствами. Понимаете, о чем я говорю? Безусловными обязательствами. Когда я вам подпишу вот эту вот заявку, да, заявку или как анкету, там заявку, скорее всего, там индивидуальные условия, вы с этой заявкой на 300 тысяч убежите в Центральный банк и получите эмиссию с ЦБ в 23 раза больше. Это называется банковское мультиплицирование денежных средств. Есть такая ставка частичного резервирования. 4,25. Составляете пропорцию. Вот 300 тысяч умножаете на 100 и делите на 4,25%. Я вам даже посчитаю, насколько я вас прокредиту, если возьму 300 тысяч. Вот 300 тысяч умножить на 100, разделить на 4,25%. Вы получите единовременно 70 миллионов 588 тысяч 230 рублей. Круто. Вернее, не 7 миллионов 508 тысяч 823 рубля. Нормально? Вы понимаете, что вы делаете? Не поняла, а как это, если вы берете 300 тысяч, да? Еще раз вам объясняю. Есть такое понятие, есть такой банковский мультипликатор. Как происходит, как вообще наполнять денежные средства в экономике, как они получаются? Они производятся вот из этого банковского мультипликатора. То есть вы, как посредник, между мной и Центральным банком увезете в ЦБ вот эту вот заявку на 300 тысяч. И банк вас, Центральный, прокредитует в 23 раза больше. Вот 300 тысяч, сброшу я вот 300 тысяч еще раз, 300 тысяч. Просто умножить на 23. 23. Ну вот 69 миллионов получилось. Ну 23, там с половиной. Вот такую сумму получаете вы под мою подпись. Заявки я подпись поставил, да? Под мою подпись вы получите с Центрального банка эмиссии. Да кто кого кредитует-то мне, скажите. Вы мне дали 300 тысяч, а сами-то получили 69. Эмиссии с ЦБ. А еще, чтобы мои слова вам подтвердились, да? Вы посмотрите лицензию банка, вашего банка МСС. Там есть слова кредитования? Посмотрите. Кредитования? Кредитования. Там их нет, там есть денежное посредничество. Ваш банк МТС выступает между мной, клиентом, и посредником Центрального банка. Нет, почему здесь есть? Где там? Сумма процентов за пользование кредитов в договоре прописано. И при чем здесь договор? Я вам говорю про лицензию и говорю. Лицензия банка есть? А, про лицензию. Да. Ну, к сожалению, тоже, посмотри, тоже нет у меня такой возможности. Вот я сейчас посмотрю лицензия, я сижу у компьютера, лицензия банка МТС. МТС. Консультацию вам бесплатно, да? Вам банка скредит. Итак, смотрим. 8 пунктов, или как анкету, там заявку, скорее всего, там индивидуальные условия. Вы с этой заявкой на 300 тысяч убежите в Центральный банк и получите эмиссию с ЦБ в 23 раза больше. Это называется банковское мультиплицирование денежных средств. Есть такая ставка частичного резервирования. 4,25. Составляет и пропорцию. Вот 300 тысяч. 300 тысяч. Умножайте на 100. И делите на 4,25%. Я вам даже посчитаю, насколько я вас прокредитую, если возьму 300 тысяч. Вот 300 тысяч умножить на 100, разделите на 4,25%. Вы получите единовременно 70 миллионов 588 тысяч 230 рублей. Круто. Вернее, не 7 миллионов, а 508 тысяч 823 рубля. Нормально? Вы понимаете, что вы делаете? Не поняла. Как это, если вы берете 300 тысяч, да? Еще раз вам объясняю. Есть такое понятие. Есть такой банковский мультипликатор. Как происходит, как вообще наполнять денежные средства в экономике, как они получаются? Они производятся вот из этого банковского мультипликатора. То есть вы, как посредник, между мной и Центральным банком, увезете в ЦБ вот эту вот заявку на 300 тысяч. И банк вас, Центральный, прогредитует в 23 раза больше. Вот 300 тысяч, сброшу я вот 300 тысяч еще раз. 300 тысяч. Просто умножить на 23. 23. Ну вот 69 миллионов получилось. Ну 23, там с половиной. Вот такую сумму получаете вы под мою подпись. В заявке я подпись поставил, да? Под мою подпись вы получите с Центрального банка эмиссии. Да кто кого кредитует-то мне, скажите. Вы мне дали 300 тысяч, а сами-то получили 69 эмиссии с ЦБ. А еще, чтобы мои слова вам подтвердились, да? Вы посмотрите лицензию банка, вашего банка МСС. Там есть слова кредитования? Посмотрите. Кредитования? Кредитования. Там их нет. Там есть денежное посредничество. Ваш банк МТС приступает между мной, клиентом и посредником Центрального банка. Нет, почему здесь есть? Где там? Сумма процентов за пользование кредитов в договоре прописано. И при чем здесь договор? Я вам говорю про лицензию и говорю. Лицензия банка есть? А, про лицензию. Да. Ну, к сожалению, даже, посмотри, тоже нет у меня такой возможности. Вот я сейчас посмотрю лицензию. Лицензия банка МТС. МТС. Консультацию вам бесплатно, да? Он банк с кредитами. Ага. Ну вот, у вас денежное посредничество. Открытие-закрытие расчетных счетов. В общем, все то же самое, что и у остальных банков. У вас АКВЭД проходит 1696, денежное посредничество. Вы не можете кредитовать, вы занимаетесь незаконной банковской деятельностью. Понимаете? Ну как, это же наш официальный МТС банк, правильно? Вы посмотрите лицензию, какая разница официальная. Я тоже официально работаю. Но я ведь не занимаюсь, я ведь водку не продаю без лицензии, правильно? А вы билеты Банка России распространяете без лицензии. У вас нет кредитования слов. Вот есть кредитование, есть выдача взаимов, есть открытие расчетных счетов, открытие депозитов и так далее, и так далее. Кредитование-то где? Нету, понимаете? Нету, вот я смотрю, ее нету. Можете проверить мои слова. Вы домой придите сегодня вечером и посмотрите, есть в лицензии слова кредитования или нет? Угу, хорошо. Вот. Интересно, чем вы занимаетесь? Вот смотрите, 50% из этих денежных средств с 300 тысяч, да, вы должны мне в день, в день заключения сделки. Угу. И по факту в день, да, в день заключения сделки у нас проходит с вами ноль. Никто никому ничего не должен. Почему так получается? Потому что я вам передаю кредитный договор, деньги в виде кредитного договора, а вы мне его размениваете на билеты Банка России. У нас происходит с вами взаимозачет, 410-я статья Гражданского кодекса. Ноль. Никто никому ничего не должен. У меня так из суда убежал банкир со Сбербанка. Знаете, как интересно было? Угу. Понимаете? Угу. Исчерпывающая информация. Еще раз сказать, еще вопросы есть у вас по вашей деятельности? Нет. Спасибо. Страшно? Да. Понимаете, вас вот, вас всех подставили? Вы вот звоните, да, вот, вот, неграмотным, да, кто не знает вот этой схемы мошеннической, вы звоните и им предлагаете кредиты, а потом еще на проценты ставите людей, да? То есть проценты какой у вас? От 23 до 27 процентов годовых. 27. Это на остаток начисляется или как? Да, на остаток. Красота. И на сколько потратим? Угу. А нуитентный платеж еще? Ну, минимальный платеж, если не успеваете инвестиции, то да, минимальный платеж. Нет, а платежи аннуитентные или дифференцированные? Ну, то есть мы уменьшаем долг или же мы равными частями платим? Или мы попользовались этой картой, да, раз это, а, ну, и заносим денежные средства там, должны занести 20 процентов. Это карта с, карта с льготным периодом бесплатным, до 51 дня. Я понял, все, я понял вас. Ну, смотрите, вот заявка и анкета, первое, вот запишите там все, заявка и анкета не являются договором кредитным. Сразу говорю, отметаем, доказательства отметаем в суде. Второй момент, предоставьте, можете подтвердить выдачу неденежных средств? То есть она подтверждается только специальными средствами доказывания. Это у нас первичная бухгалтерская документация. Вы, наверное, об этом не знали, да? Это у нас формы КО1, КО2. Как они? Приходный, расходный, кассовый ордер. Банк МТС предоставит такие документы мне. Расходный, приходный, кассовый ордер. Интересно, да? Ага. Никогда. Нет этого у вас. Поэтому вы мне передаете просто оферту. Вот эта карточка, это оферта. А когда я ее активирую, значит, я соглашаюсь с условиями. Или пользуюсь деньгами, но также соглашаюсь с условиями. Понимаете? Ага. Хорошо, раз я согласился с условиями, я их потратил. Но вы можете доказать, что именно я потратил их? У вас будет документация, надлежащая, которая бы подтвердила, что я подписал расходный кассовый ордер и получил эти деньги? Нет. Но вы договор будете подписывать? Договор не является основанием, не является подтверждением получения денежных средств. Понимаете? Вот смотрите. Вот мы с вами договор займа заключили, да, к примеру. А вот чтобы он был исполнен, должен быть акт приема-передачи денежных средств. Вот таким актом выступает, значит, вот этот вот расходный приходный кассовый ордер. Понимаете? Вот таким актом выступает. А если его нет, извините, сделка не исполнена. У нас кредитные договора – это сделка отлагательного времени. 159-я статья Гражданского кодекса. Мы ее когда-то сделаем, понимаете? Вот и все. А так на сегодняшний день вы занимаетесь вот ваш банком тест, ну и, собственно, другие мошеннические схемы. Через бибарики вот эти билеты Банка России. У меня есть письмо из Центрального банка, там написано. Банкноты и монеты Банка России не являются денежной единицей Российской Федерации. Тогда это что такое у нас? Интересно? Запишите ручку, возьмите, запишите где-нибудь, посмотрите фильм в интернете. Деньги, банки, кредит. Ну, прям запишите себе. Деньги, банки, кредит. Вот у вас есть кредит? Я так понимаю, что есть, да? У меня нет, у мужа есть. Уже есть. А вот пускай ваш муж сходит и попросит в банке оригинал кредитного договора. Не свой оригинал предоставит, а просто зайдет и задаст вопрос. Предоставьте мне оригинал кредитного договора. Вы удивитесь, его там не будет. Понимаете? Ну, вот вы с мужем сядьте вот дома вот так вот, посмотрите фильм «Деньги, банки, кредит», потом посмотрите лицензию на любой банк, там не будет слов кредитования. Посмотрите, что такое билеты Банка России и что они из себя представляют. И вам сразу все станет ясно. Я бы, конечно, взял этот, а вообще, давайте разберемся еще, что такое кредит. Вот кредит – это доверие переводится с иностранного языка, а займ выдается из собственных средств. Понимаете, вот тогда раз это кредит, то у вас от меня должна быть доверенность на то, что вы от меня получаете. А получаете вы от меня кредитный договор, и вы им начинаете управлять, под него начинает эмиссия денежных средств. Понимаете? Вот эта ценная бумага в виде кредитного договора, она является векселем. И вот этот вексель крутится, крутится, крутится в центральном банке. Когда вы берете, значит, кредит вот в 300 тысяч, вы уже должны 69 тысяч только на одном обороте, вы понимаете? Вот 300 тысяч вы мне сейчас дали, а я уже должен уже 69 миллионов, только на одном обороте. Единовременно вы получили под мой кредитный договор и скрыли это от меня. Понимаете, скрыли. Вы же не говорите это. Получается очень интересная история. Чувствуете мошенничество, да, какое? Вот, а потом раз в год ваш кредитный договор центральный банк берет, и снова прокручивает еще раз 69 миллионов. СБ выпускает эмиссии под вашу подпись, понимаете? Еще вы на втором обороте должны 69 миллионов. И так каждый год, понимаете? Раз в год, раз, два, три, там сколько, пять лет прошло. А он в работе. Вы уже кредит свой выплатили, вот, допустим, эти 300 тысяч я выплатил, а кредитный договор в работе, они мне его никогда не отдадут. Понимаете? Затребуйте. Верните кредитный договор. А нету кредитного договора. Нет договора, нет приговора. Понимаете? Поэтому если вот в суд идти, вот, да, вот я такой вот в суд попадусь, да, к примеру, в банку, да, ему будет очень тяжко со мной. Потому что вот такая вот мошенническая схема у вас происходит. А большинство людей не знают эту информацию. Для вас я ее рассказал бесплатно. Поэтому деньги, банки и кредиты обязательно в фильм гляньте. Посмотрите. Хорошо. Вот. И посмотрите, что такое банковский мультипликатор. Как происходит обмен. Вообще в банке происходит мена кредитными обязательствами. Мена, вернее, обязательствами. То есть я вам даю кредитный договор, а вы мне его размениваете. То есть мы поменялись с вами обязательствами. То есть вот как в обменник я пришел, в обменник, я взял 10 долларов и поменял их там на кучу наших билетов в банки России. Я обменнику уже ничего не должен. Понимаете? Все, мы поменялись, у нас с ним произошел взаимозачет. Он мне равное количество бибариков дал за эти 10 долларов. Понимаете? Все, никто никому ничего не должен. Вот так же и у вас та же самая схема работает. Только они не знают мало-мало-мало народу. Вот и все. Вы не банк, вы обменник. Вы просто обмениваете обязательства. Вы не смотрите, что вот она вот эта вот пятитысячная купюра, да, там, или купюра там в тысячу рублей, она такая красивая, вся вообще вот прямо вообще супер. Нет. Это просто ширма. Билет переводится как вексель. Кредитный договор – это тоже вексель. Вот вы понимаете, вы векселями поменялись, долгами. Вот для денег, вы поменялись долгами. То есть, вот вам разменяли его, вы поменялись, все, ноль. Взаимозачет прав требований идет. А когда вы начинаете платить по кредиту, да, платите проценты, там, основной долг, то вы начинаете спонсировать иностранное государство. Где МТС-банк зарегистрирован? МТС-банк? Да. В Москве? Нет, родная моя, не в Москве. Он зарегистрирован в офшоре. И все его учредители сидят в офшоре. В офшоре? Ну, а где еще сидят? В офшорной зоне мы своими вот этими выплатами по кредиту спонсируем иностранное государство. Идет помощь иностранному государству, понимаете? А это уже уголовная, к сожалению, статья. А мы становимся ее невольными, так сказать, невольным инструментом. Вот все, нас всех подставляют здесь. Ну, много что интересного я бы мог вам рассказать. Если что, вы не можете так позвонить, я вам объясню. Если ваш муж уже тоже не может пустить кредит, я вам дам несколько документов, которые вам позволят от этого избавиться. У вас же есть мои персональные данные, да? Ведь я так понимаю. Но ваш только персональные данные, только ваш номер и ваш регион Перинь. Интересно вам стало, да? Ну, скажите, вот вы, наверное, первый раз, да, такое слышите? Такую информацию. Ну, как бы, давайте честно, да, первый раз слышу такую информацию. Ну, вот, то есть, на самом деле, никакого кредита нет. То есть, если это кредит, то это доверие переводится с иностранного языка, там, с латинского, по-моему, да, с латинского. Это доверие. То есть, у вас должна быть доверенность от меня на то, что вы от меня получили. То есть, вы получили кредитный договор от меня, положили его, как ценную бумагу, он там крутится на него, деньги, 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 деньги идут, капают, там, эмиссия идет с собой. Вот. И вы ежемесячно должны ее на счет перечислять. Это я вас кредитую, а не вы меня. Вот теперь вам понятно схема? Угу. Ну, да. Ну, да. Так что, вот такие дела. А, у меня теперь еще вопрос такой. Вот у меня было подключено МТС телевидение, да, к вашему, к вашей конторе. Я уже все, там, 10 раз это все закрыл, там, написал уже несколько претензий, почему-то с меня снимают и снимают деньги. Надо звонить до МТС, а я не могу. Понимаете? То есть, мне нужно в офис приехать, центральный, да? Начать там разборку. Да. Да. Там лучше, да, претензии написать. У меня вот уже столько претензий написано еще с того года. Они ежемесячно раз там спишут деньги. Я так понимаю, там столько денег уже накапало. Ужас просто. Ежемесячно считается. Вот. И, ну, сложно очень довольно-таки дозвониться до вас, поэтому вот как-то так. А что у вас еще интересного есть? Какие еще кредиты есть? Угу. Ну, я именно оператор, только по кредитным картам. По кредитным картам. Ага. Вы выходите из этого зомбоящика. Вам нужно выходить. Вас обувают настолько, что вы даже не представляете. Вот вы когда кредит закрыли, кредит закрыли, да? А вы обратно кредитный договор, не требуете с них. Понимаете? Обратно кредитный договор. А он в работе. Он раз в год там прокручивается. И вы представляете, вы должник. Потому что они отозвали кредитный договор. Угу. Вот. Ну, я как бы оператор. А там как уж там они оформляют, к сожалению, это уже. Вот смотрите, я вам объясню. Значит, вы хоть и оператор, но здравомышлящий человек в любом случае. Вот смотрите. Угу. Открывается текущий счет с номером 408. Это текущий счет физического лица. То есть, типа кошелька. А без разрешения банка, без разрешения клиента, вернее, банк не имеет права списывать оттуда деньги куда-либо. Понимаете? Угу. Угу. Есть еще счета 423. Это вклад. Также оформляется мошенническая схема. Прячется за вкладом. То есть, как бы вы вклад открыли, вы туда деньги заносите, а банк их списывает. Куда списывает? Я скажу, куда. На счет 455. А вот этот счет, он не отражается по налоговой инспекции. Угу. На счет суда, который отрисует. Да, да, да. Нет. Все. Поэтому раз нет услуга вот этого счета, тогда пускай банк доказывает, что он выдал кредит. задаем банку просто на ком основании списывал денежные средства с без распоряжения клиента начинает репу чесать ой хочу я понаделал то так что вот я вам вот такая вот штука у вас творится вот это мозг так повернуть потому что вот эти билеты они так это вот видите и не у вас все это деньги значит это день все подписали это деньги нет договор это деньги причем большие они то что вам выдали день заключенные сделки вот такие дела понятно рекомендую посмотреть фильм деньги банки кредит хорошо хорошо благодарю смотрите ладно всего доброго спасибо вам за ваш время хорошо настроение хорошо извините спасибо вам доброго до свидания до свидания